Всем доброго времени, я рада вас всех приветствовать. Давайте посмотрим неожиданные события на пороге. Что произойдет, какие неожиданные события на пороге будут у вас в ближайшее время. Посмотрим на один вариант. То есть, если у меня 2-3 колоды, то это не значит, что я смотрю на несколько вариантов. Это значит, что я использую в работе несколько колод. Загадали себя и поехали. Я вижу, очень много людей в выборе стоят. Очень большой выбор. Выбор касается дома. Многие не знают, продавать или не продавать. Хорошо. Что у нас дальше? Неожиданные события. Смотрите, тут у нас сразу на пороге выходит женщина. Вот прям женщина, но почему-то глаза хитрые. Что хочет эта женщина от вас? Смотрите, очень интересно. Женщина хочет проникнуть в дом. Вот прям будьте бдительны. Женщина хочет проникнуть в дом. То есть, есть интерес. Здесь может быть то, что вы будете покупать дом или квартиру у женщины. Возможно, у кого-то будет даже такое. Но здесь больше карты мне показывают, что женщина хочет пройти ваш дом. Это будет касаться замужних женщин. Возможно, здесь кто-то хочет рассорить. Рассорить и развести вашу семью. Потому что в вашу семью мечется женщина. Вашу семью хочет прийти женщина. Вашу семью. Видите, да? Карты у меня падают. Поэтому будьте бдительны. Здесь даже, возможно, на пороге, если ваш муж был, допустим, в браке до вас, вы узнаете, что он поддерживает связь со своей бывшей женой, бывшей супругой. А, возможно, играет на два фронта. Даже, возможно, вы узнаете такое, что он играет на два фронта. У нас будет еще две поездки тут на пороге. Вы с кем-то соревнуетесь на работе с женщиной, у вас идет соревнование. То есть здесь, возможно, ее обязанности перекладывают на вас. Потому что реально вышло оба лидера. Здесь есть женщина, которая, скорее всего, соревнуется с вами. Тут у нас будет еще на пороге признание в любви от мужчины. Это действительно так. Будет признание в любви. Но почему-то вы плакать будете. И слезы придут неожиданно. Смотрите, кто ждал беременность, и вы не могли забеременеть. Возможно, эта новость будет вашей радостью. Потому что здесь долгожданная может беременность у кого-то. Какой-то мужчина прячет любовь под маской. Но он вам, возможно, в этом признается в скором времени. А у кого-то здесь, возможно, знаете что? Очень много маскарада. Очень много масок. Маски будут слетать, срываться. Тут вы узнаете об измене вашего мужчины. Возможно, у мужа вашего появился ребенок. Ребенок появился на стороне. Да, я вижу мужчину, который играет на два фронта. Очень много маскарада. А ну сейчас я докину. Очень много маскарада. Люди будут предавать вас, смотрите. Те люди, которым вы доверяли. Те люди, которые были вам близкие. Возможно, вы узнаете, что кто-то поехал без вас в поездку. И вы очень сильно расстроитесь. А вы прям очень огорчитесь. Что кто-то поехал без вас в поездку. То есть приняли решение без вас. Здесь у нас на пороге может отец и мать быть. Если ваши родители жили в другом городе, то они могут приехать к вам. Неожиданно. Нежданно, негаданно. Тут какая-то душевная боль у вас прям на пороге. Но она связана с вашим близким. С домом, со свадьбой. Смотрите, возможно, мужчина, с которым вы сейчас живете, не готов к свадьбе. Или просто женится на другой. Действительно, на другой. Да, да, да. Брак. Брак с другой. Смотрите, здесь у нас обман. Обман. Ваш муж, да, вас предал. Потому что он нашел другую. Все, он не хочет на вас жениться. Вы об этом и узнаете. А вы просили его вернуться, а он ни в какую. Хорошо. Что у нас еще на пороге? Нежданные, негаданные события. Вы планы какие-то вынашивали. Но у вас не получится сделать что-то. Что-то у каждого свое. Да. Кто-то дом хочет построить, кто-то купить машину, кто-то забеременеть, кто-то дело открыть. Не получится у вас. Так, минуточку. Блять, от краски аллергия. Здесь что-то связано с семьей предательства. Я же говорю, да, конечно. У вас будет две поездки. Одна по работе, а другая как любовная. Может быть, на работе, допустим, да, у вас будет какая-то любовная интрижка. Здесь, кстати, признание мужчины. Вы считали его другом, но этот мужчина вам признается в чувствах. Да, тот мужчина, который о вас заботится. Тот мужчина, который о вас заботится, признается вам в чувствах. Это может быть там друг, коллега, напарник, я не знаю, клиент ваш. Да, вообще, все, что хочешь. Тот признается вам в любви. Укрепляет вашу связь с ним. А есть женщина мстительная, которая делает на вас порчу. Она хочет вам отомстить, потому что у вас с ней большая разница. И она чувствует конкуренцию. Она чувствует конкуренцию. Она неблагодарная женщина. Вы ей много что сделали. Она завидует вашей красоте, вашему имиджу. Все, что связано с вами, приносит у нее разочарование, боль. Хитрая женщина, лицемерная женщина. Живет в неясности. Смотрите, мороки на вас будет делать. Брать, забирать ваше. Вы с этой женщиной детство провели вместе. Возможно, у кого-то даже это родственница. У кого-то близится развод. Я же говорю, развод, одиночество. Кто-то уедет отдохнуть, кто-то хочет снять домик в лесу, отдохнуть. Вы это сможете сделать, потому что вы устали. Вы действительно устали. Вам тяжело, потому что очень много работали. мне идет такая картина, что у вас работала дома хозяйка или уборщица или няня ваших детей на протяжении более 14 лет или 15, и вы ее потеряли. потеряли как родного человека. Вот что-то такое, да? Вспоминайте о ней. Тут смерть вашей служанки, смерть вашей, может быть, как правильно, гувернантка, да? Гувернантки. Вы как будто бы хотите посетить ее могилу, как будто бы она помогла вам, как мать она вам была. или что-то такое. Вы вспоминаете ее. За плечами у кого-то два брака. Потеряли двух мужей. А у кого-то будет, знаете как, большая, очень, очень большая рутина, связанная с ремонтом. Кто-то, может, задумал ремонт, и он просто не получается у вас, да? Вот просто не получается. Вы затеяли дома ремонт, а ремонт не получается. То есть не идет все так, как вы хотели бы, да? Все как будто бы стоит. Смотрите, вам нужно будет ехать в отчий дом или менять что-то там. может, вы затеяли ремонт в отчем доме, допустим, да? Такое возможно. Очень много людей работают фитнес-тренерами. Какой-то человек может перед вами извиниться. тот человек, который обидел вас, тот человек, который вас обидел, может извиниться перед вами. А что за человек? хитрый человек, расчетливый. Смотрите, может, кстати, извиниться, потому что еще раз хочет обидеть или что-то рассчитать. Такой расчетливый человек, да? Нехороший человек. Что у нас еще на пороге? Ой! Есть какой-то мужчина, который знает, что вы его ревнуете. Вот будьте бдительны, тоже аккуратны как-то. Я не знаю. Есть какой-то мужчина, который догадывается о ваших чувствах. Поэтому вот так вот, да? Будьте бдительны. Но он может вам об этом сказать, что я там знаю, что вот все-таки ты ко мне что-то испытываешь. Новая работа у кого-то на пороге. Новая работа, потому что на этой работе вас не ценят, вам не платят на этой работе. Вы не получаете то, что вы хотите. А может, вообще ничего не получаете просто. Вы пытались как-то, да? Биться-биться. Что-то объяснять в этой работе, доказывать. Вам приходится доказывать свою правоту постоянно на этой работе. Вы постоянно доказываете свою правоту. Вот. Здесь у кого-то, если есть суды, кто-то судится с врачом. Все понятно. Я увидела. Кто-то судится с врачом. То есть, если вы судите все с врачом, вы проиграете этот суд. Вот так вот. На этом я расклад заканчиваю. Кому нужна моя личная помощь, вы можете обращаться ко мне на WhatsApp. Номер WhatsApp я указываю под видео. Всем добра. Не болейте.